Большой колокол издает протяжный благовест, который через несколько секунд подхватывает остальные колокола с разными голосами и тональностью. Праздничный трезвон, а это звон во все колокола, в христианской традиции воспевает радость. Именно такие импровизации в церковных канонах исполняют звонарей из Бердска и Новосибирска. Всего же 20 звонарей порадовали берчан своими колокольными мелодиями. Среди них не только мужчины, но и женщины, и даже подростки. Год назад Владыка Тихон благословил здесь проводить праздник в день Святого Богоявления, в день престольного праздника храма. Владыка Никодим благословил продолжить это дело. И вообще зимних звонов достаточно мало. Обычно еще говорят крещенские морозы, а вот в мороз-то звонить как раз сложно. И мы с нашими местными звонарями переживали все, как это будет на самом деле, состоится ли звон. Потому что, может быть, если бы ударило 40 градусов, мы бы и не звонили. Бронза хрупкая становится на морозе. И разбитые колокола для Сибири дореволюционные были делом обычным. Потому что тогда, в общем, предписаний таких не было, не звонить. И любой праздник церковный, какой бы ни был мороз, звонари звонили в колокола. А я вот в дореволюционных ведомостях считал, что до 60 градусов доходили морозы. Обладать абсолютным музыкальным слухом, чтобы быть режиссером небесной музыки, не обязательно. Главное – чувство ритма, знания, азов, ремесла и внутренний настрой. На исполнение влияет не только настроение, но даже погода. Перед каждым звоном мы настраиваемся, молимся. Конечно, это молитва в звоне. У нас при воскресной школе существует урок колокольного звона. Каждое воскресенье с ребятишками занимаемся колокольным звоном. То есть здесь какая-то звонница? Есть тренажер колокольного звона, у нас есть специальное помещение. Мы там с ребятишками занимаемся. Ну, а в теплое время года на колокольню поднимаемся. На улице минус 5 градусов, тепло. Правда, на самой звоннице немного ветрено. Но, кажется, звонари этого даже не замечают. В этом году тепло, и мы продолжаем звонить. Это возможность для местных звонарей, для новосибирских звонарей приехать и прославить Святое Богоявление, позвонить зимой всем вместе. Слышали ухол, да, бум-бум-бум. Бьют по колоколам ребята. А надо бы помягче звонить. Вот мы и учимся. Колокольный звон называют наружным богослужением. Таким концертом Берцк отмечает крещение уже во второй раз. Очень яркие впечатления. Я сейчас просто стою, получаю неимоверное удовольствие. В масштабе Берцка, я считаю, что это уникальное событие. Профессионализм. И удачно подобранное место, удачно подобранное время. И талантливые звонари. Меня очень удивило, что звонари – женщины. Я просто сейчас стою, просто наслаждаюсь уникальностью и яркостью этого момента. В первый раз приехала, приехала с удовольствием, слушаю, мне все это очень нравится. Каждый играет по-своему. Хоть и не следующий, как говорится, я человек, а все равно разница чувствуется в каждом исполнении. Молодцы, очень здорово. Отметим раз в год на Пасху любой желающий может подняться на колокольню и попробовать себя в качестве звонаря. В следующем году также на крещение организаторы обещают. Концерт состоится вновь, но только при условии, что погода тому будет способствовать.